Вы не представляете, как давно я хотела записать это видео, и наконец-то этот день настал. Ура, ребята, ура! Вчера я сдавала степ 1, и пока у меня свежие эмоции, воспоминания, я хочу всё-всё-всё рассказать вам на видео, поделиться. Думаю, вам это будет интересно, потому что я сама, когда была в предвкушении экзамена, частенько пересматривала такие видосы. Поэтому запаситесь чашечкой кофе, либо горячего чая, и желаю вам приятного просмотра. Думаю, правильно начать с того, что дату степ 1 я выбрала ещё в апреле. Это всё произошло благодаря моему папе, потому что я сама такая немножко слабачка, я бы не смогла выбрать дату, но папа мне помог. Дело рядом, когда я регистрировалась на трёхмесячный промежуток на eligibility period, я выбрала июль, август, сентябрь, и после этого, как мне подтвердили все документы, я уже выбрала дату экзамена. Я знала, что это будет июнь, либо июль, но всё-таки июнь я немножко побоялась брать, и выбрала июль. Просто мониторила свободные даты, я не хотела оставлять на конец июля, потому что 31 числа у меня день рождения, и нужно было это всё сделать до моего дня рождения, до того, как мне наступит 26 лет. Я очень хотела взять степ 1 в 25, и поэтому я выбрала даты в начале июля. 6 июля была выбрана дата экзамена, никто её не знал, только мой папа, мой репетитор, моя study partner, с которым мы занимались очень усиленно, особенно в последние недели, и мой близкий человечек. Всё, даже моя мама до последнего не знала день экзамена. Ребята, я уже выхожу, всё с собой взяла по списочку, все документы, мы отправляемся в путь. У нас 6 утра, такая прекрасная погода. Я не успела позавтракать, поэтому тосты отправляются со мной, благо можно вот так вот их в тарелочку положить. Мам, куда ты идёшь? Я иду на интервью. По поводу чего? Чтобы получить гражданскую победу. Пожелай мне удачи. Удачи. Спасибо. Мне осталось 14 минут на прометрика, я вроде успеваю. Они сказали приехать пораньше, они вроде как в 8, я должна быть там, пораньше откроются, и я надеюсь, я там одна буду. Когда я уже подъехала к прометрику и вышла из машины, у меня было лёгкое такое ощущение того, что сейчас это наступит, сейчас начнётся, и я действительно была в предвкушении. Я зашла в прометрик-центр, женщина посмотрела мой хиппермит, попросила у меня ID, я предоставила ей документы. Она мне дала такой маленький стикер, на котором нужно было написать ваш такой идентификационный номер, по которому вы потом будете входить на компьютере в свой экзамен после каждого перерыва. Выдала мне ключик от шкафчика, и я прошла, оставила все свои вещи в шкафчике. Шкафчики достаточно маленькие, туда прям огромные сумки не влезут, поэтому лучше взять два маленьких рюкзака, либо пакета, чтобы всё туда уместить. Я положила все свои вещи туда, и так как дамская комната находилась в минуте от самого прометрика, где я писала тест, я решила перед первым блоком сразу сходить туда, чтобы потом на это не тратить время. Вернулась обратно, и уже на входе меня проверила женщина перед тем, как запустить на сам экзамен. То есть вы обязательно выворачиваете свои ладошки, показываете запястья, показываете голени, обязательно ушки, чтобы у вас там не было наушника. То есть вы проходите такую проверку, и эта процедура проходит каждый раз после того, как вы возвращаетесь с перерыва обратно писать свой экзамен. Также они сканируют таким металлодетектором или металлоискателем, не знаю, спереди и сзади, чтобы вы там ничего с собой вдруг не пронесли. Перед тем, как начать писать свой первый блок, я попросила сотрудницу про метрика, чтобы она снизила яркость на экране, потому что в прошлый раз, когда я писала Христу 20, это очень сильно мне мешало, болели глаза и болела сильно голова от этого. Сотрудница была довольно любезна, и она, естественно, согласилась мне помочь. Она сама уменьшила яркость экрана, провела все инструкции, и я села писать первый блок. Эмоции у меня были довольно, наверное, спокойные, потому что я знала, что мне сейчас нужно выложиться на максимум, написать тест, решать вопросы. Единственное, немножко было напряжено от того, что ты пишешь на время. Я всегда поглядывала на таймер, потому что я примерно понимала, что на 20 вопросов у меня уходит где-то 20-30 минут, и очень важно было уложиться в тайминг. Благо я укладывалась в каждом блоге, у меня в конце оставалось, ну, наверное, по 5-8 минут, и я проходилась по вопросам, которые помечала в флажочках, либо по тем вопросам, которые я пропускала, чтобы вернуться к ней в конце. Как правило, это были вопросы по статистике с расчетами, где что-то нужно посчитать, посмотреть, какие-либо графики, но таких вопросов было не очень много. Если честно, по статистике, прямо вот с формулой, с расчетом был только один вопрос, и это была довольно банальная формула. И когда многие статистикеры советуют, чтобы перед тем, как начать писать экзамен, сядьте и выпишите все формулы, если честно, я немножко негативно к этому отношусь, потому что лучше вы сразу начнете писать экзамен, и по ходу экзамена будете вспоминать формулы, которые вам нужны, и не будете тратить в начале свое время, которое можно потом как бы направить на перерыв. По поводу перерыва, он складывается из официальных 45 минут и 15 минут, которые вы пропускаете от обучения. Относительно тайминга, я составила себе заметку в телефоне, чтобы примерно понимать, сколько минут я трачу на перерывы после каждого блока, и если вам интересно, я все это выложу в телеграм, либо я уже выложила, скорее всего. Было так, что после первого и второго блока я отдыхаю по 5 минут, после третьего блока 7 минут, после четвертого, пятого и шестого оставалось где-то там по 10-15 минут, ну, в среднем, не помню сейчас точно, и, в принципе, я укладывалась. Очень важно учитывать, что когда вы идете на перерыв, имейте в виду, что время, когда вас проверяют перед тем, как зайти обратно на экзамен, то есть вы проходите всю эту процедуру, там, показать ладошки, запястье, да, и так далее, это тоже занимает какое-то время. У меня не было такого, что сотрудников прометрика не было, мне приходилось их ждать и тратить свое время, всегда там были эти милые сотрудницы, спасибо им большое, потому что они очень сильно поддерживали морально, улыбались, подбадривали, желали удачи перед тем, как я захотела на блог, и это психологически, естественно, было очень приятно и важно. И они всегда сидели на месте. И была такая ситуация, что передо мной стоял молодой человек, он заходил впервые на экзамен, а я возвращалась с перерыва, и женщина-сотрудница, она пропустила меня вперед, потому что знала, что я трачу время своего экзамена, и поэтому это было очень мило и приятно. Первые три блока пролетели на одном дыхании, я даже не заметила, как это все прошло, потому что я четко знала, что нужно сосредоточиться на вопросах, ни о чем больше не думать. Я так и делала. И когда ты следишь за временем, решаешь задачи, вопросы, думаешь, рассуждаешь, ты как будто бы не задумываешься о том, что, ой, мне там еще четыре блока впереди писать. Таких мыслей вообще не было. Что мне еще очень сильно помогло, перед тем, как зайти на экзамен, вам выдают такие ламинированные таблички, и с двух сторон их можно использовать в качестве того, чтобы писать какие-то свои мысли или формулы во время экзамена, пока вы решаете задачи. И я всегда такой человек, что даже когда писала пробники MBME, мне всегда было проще рассуждать, если я пишу от руки свои мысли. То есть я не могу в голове представлять какие-то процессы, мне проще писать. И тогда я наглядно вижу, мне становится легче. И на экзамене у меня была такая же схема. Я исписала одну табличку с двух сторон и одну наполовину. То есть мне их хватило. Не было такого, что я расписывала каждый вопрос, только такие задачи, в которых реально нужно было подумать. надо сосредоточиться, то, что было действительно сложно. Были такие задачи, на которые я отвечала за 20 секунд. Видела там фотографию, либо видела ЭКГ, микрофотографию. Я понимала, что это, и сразу отвечала, чтобы не тратить время на прочтение задачи. Естественно, в самом конце я к ним потом возвращалась, чтобы на всякий случай себя перепроверить, мало ли что, вдруг я там ошиблась. Но в целом вот такие вот задачи, они меня сильно спасали. И лайфхак для всех, кто готовится к степам, особенно QSML Step 1, кто новички, я очень вам советую читать задачи с конца. На экзамене мне это тоже здорово сэкономило время, потому что задачи были достаточно громоздкие. Я еще и увеличила шрифт экрана, про что я говорила ранее, и у меня задачи были там на целый лист. Естественно, это все прочитать было немножко сложно по времени, когда у тебя 40 задач, и тебе нужно за один час все это сделать. И когда ты читаешь задачу с конца, тебе, в принципе, становится проще, потому что порой они даже говорят диагноз, либо говорят какие-то гистологические признаки, дают препараты, спрашивают механизм его действия, и, в принципе, тебе становится проще, и ты понимаешь, что от тебя хотят, и нет смысла того, чтобы читать весь анамнез пациента, потому что они, вот я заметила стиль вот этого экзамена, и, в принципе, Free120 был такой же, они дают очень много лишней информации, которая порой путает тебя. Сбивает с мыслью, и очень важно сосредоточиться и понять, что они от тебя действительно хотят, понять, какой они прячут концепт. Поэтому обязательно читайте всегда задачи с конца, смотрите, что они хотят от вас, а потом уже возвращайтесь к самому началу, если есть в этом необходимость. По поводу еды, которую я с собой ввела, этот огромный пакет и сумка с едой, я съела буквально несколько батончиков, выпила половинку Red Bull'а и выпила предтренник. В каком порядке все это было? Я решила, что после каждого блока буду обязательно выходить, кушать немножко батончика, запивать все это водой, чтобы моя голова продолжала работать по чуть-чуть, чтобы уровень глюкозы не резко возрастал, и мне хотелось спать, а именно, чтобы держался на постоянном уровне. И мне, в принципе, такой подход подошел, я очень сильно переживала, потому что я такой человек, что если, например, я не покушала, если голодная, то все, мои мозги не работают, я не могу функционировать ни в каком состоянии. Поэтому чувство голода, естественно, меня очень сильно пугало. Но благо такого не было, я вот с утра позавтракала авокадо тостами, то я там съела один тост и половинку второго. И просто уже после каждого блока поддерживала уровень глюкозы при помощи протеиновых батончиков. Я покупала их в Trader Joe, это магазин в Америке, нашла там какой-то классный батончик, он мне очень понравился. После каждого блока я не ходила в дамскую комнату, наверное, через раз, потому что все-таки не хотелось на это тратить время. И Red Bull я выпила только после третьего блока. Морально самый сложный и такой тяжелый момент настал после пятого блока, когда я вышла и поняла, что я устала. Я уже не могу читать эти задачи, они мне уже надоели, но впереди еще шестой и седьмой блок, и их нужно как-то отсидеть еще два часа. И на этот случай я как раз-таки подготовилась и взяла с собой предтреник, который пьют обычно люди перед тем, как пойти заниматься в спортзал, и он придает очень много энергии, потому что там содержится достаточное количество кофеина. За несколько дней до экзамена я тестировала такой вариант дома, и мне, в принципе, этот предтреник помог. Поэтому я очень сильно на него рассчитывала, особенно на последних блоках. Я его выпила, и, в принципе, у меня с легкостью прошел шестой блок, вот очень легко, я даже не почувствовала, как он быстро пролетел этот час. И после шестого блока я вышла и опять же десять минут отдохнула, походила, немножко там что-то закусила, покушала. Ребята, я решила выйти в эфир, немножко поснимать. Вышла на свой последний перерыв. Через семь минут пойду писать блок. Пью Red Bull, уже выпила предтреник. После четвертого блока было очень тяжело, но после того, как я выпила предтреник, мне стало намного лучше, плюс я пью поглоточку Red Bull, и, в принципе, нормально себя чувствую. Если сравнивать пятый и четвертый блок, то сейчас мне намного лучше. Остался один блок, шестой я уже написала, один седьмой, и это закончится. Я просто в шоке, как летит время. Вначале немножко переживала, но сейчас уже получше. Ты втягиваешься, начинаешь решать вопросы, и как-то уже нормально становится. Ну что ж, пойду уже. Я не верю, что это скоро кончится. У меня такие эмоции, меня представляют. После шестого блока села на седьмой, и это было, ребята, прекрасно. Когда ты сидишь, ты смотришь на время и понимаешь, что остался ровно один час, и через час все это закончится. Я как будто сидела в тумане, я вот решала-решала эти задачи быстро-быстро, там все внимательно прочитывала, ничего не выпускала, старалась максимально четко отвечать. И когда оставалось уже там буквально 15-20 минут, у меня уже улыбка вот такая вот была до ушей, наверное, вот эти люди, которые проверяющие сотрудники, сидят по камере, смотрят, думали, наверное, что я какая-то чокнутая, больная, сижу дома, к компьютеру, улыбаюсь. Но это было действительно вот эмоционально, очень кайфово. Я вам всем, кто готовится к степам, желаю почувствовать этот момент. Он действительно очень крутой, неповторимый. Не знаю, когда еще такое будет. Когда ты сидишь и понимаешь, что все, 15 минут, ты выходишь, и никакой больше учебы. Никаких книжек, никакого ферст-тейна, никаких анек, лекций. Все, ты уходишь в отпуск, ты отдыхаешь, и твоя голова в ближайшее время будет тоже отдыхать вместе с тобой. Поэтому седьмой блок, наверное, был самый счастливый. Я на каких-то вот последних силах просто его отсидела, дорешала вопросы, и вышла оттуда счастлива. Я не верила, что это закончилось. У меня реально были такие эмоции, и все, это закончилось. День, который я ждала, два года он закончился. Как он быстро пролетел, я вообще не почувствовала. Если честно, я очень переживала за то, что это будет утомительно, нудно, долго, что я устану. Но я опять же говорю, я устала после пятого блока. Но в целом, такой вот нудятины вообще не было. Я вот с удовольствием решала вопросы. Мне действительно было интересно читать эти задачи, смотреть формулировки. Да, где-то ты устаешь, но в целом тебе это нравится. И когда тебе нравится, это вдвойне как будто приятнее делать. Я изначально настраивалась на сам экзамен так, что я иду решать клинические задачи интересные, и, наверное, поэтому у меня все прошло легко. Знаете, вот как девушки перед родами настраиваются на легкие роды, у них роды так легко и проходят. А вот у меня так было с экзаменом. Я настроилась, что все пройдет очень классно, что на последних блоках мне тоже будет легко. И, в принципе, так оно и было. И я не знаю, как так произошло, потому что все ребята, кто сдавали, это, кого я слышала, всегда жаловались на то, что на последнем блоке просто буквы расплываются перед тобой, ты еле соображаешь. У меня такого не было. Я помню, как я здраво мыслила и рассуждала на последнем блоке. Не знаю, то ли это действие при тренинге, то ли это адреналин, который выработался у меня из-за того, что это последний блок, и дальше уже будет отдых, и больше никакой учебы. Я не знаю, чтобы действовало. Было как-то легко. Поэтому я специально хотела записать это видео, чтобы ребята, которые боятся экзамена, как я сама раньше боялась, 8 часов, это так сложно. Да, это сложно. Это очень стрессовая ситуация. Ты 8 часов находишься, ну, считай, в запертых стенах, ты видишь только сотрудников прометрика и других таких же людей, которые пишут свои экзамены. У меня еще была возможность уходить, дышать там. И ты как будто изолирован от общества, от своих друзей, от своей семьи, от родных. И вот это живое общение, его иногда не хватает. Но благо сотрудники прометрика были очень милые женщины, которые улыбались, подбадривали и поддерживали меня. Это, если честно, немножко как будто облегчило, что ли, весь этот сам экзамен. Еще мне понравилось, что в Халвар Ситре, прометрики, в котором я сдавала, в Калифорнии, была возможность выходить на улицу, дышать свежим воздухом. Это, конечно, тоже сильно помогло. Ты выходишь, видишь солнышко, видишь, что там люди приезжают на своих машинах, кто-то гуляет, все радуются жизни. Ты вышел на перерыв, как будто, знаете, со стороны наблюдаешь за жизнью, потом возвращаешься обратно. Это как будто тебя перезагружает. Сразу после того, как я вышла с экзамена, у меня были такие переполненные эмоции, чувства, я не верила, что это действительно происходит со мной, что восемь часов позади, и поэтому я как будто забылась, и единственное, что сняла, это переход для Ринса в Инстаграм, и все, больше ничего я не снимала. Вообще, я планировала записывать вот такой же кружочек сразу после экзамена, но я увидела папу, сразу забежала к нему в машину, обняла его, поцеловала, и, в общем, я забылась, не успела даже ничего заснять, сразу после экзамена. Привет. Здравствуйте. Как дела, гражданка Америки? У меня все хорошо до осады в конце. У меня тоже все хорошо. Как дела? Мам, я не знаю, через две недели. Я уж и хозяина. Все, Мэри, закончилось. Я уже не могу, наконец-то. Поздравляю, Латвей. Спасибо. Я не успела полностью записать это видео. Когда я позвонила своей подружке, Милене, она сказала, что чувствовала, что я сегодня сдаю экзамен. Вот она проснулась утром и почувствовала, что Марта сегодня едет на степ-1. Ни одна моя подруга, никто не знал, что я вчера сдаю экзамен. И она мне позвонила, говорит, Март, у меня было предчувствие, что ты идешь на экзамен. Я вот, ну как, если я вообще никому не говорила, никто об этом не узнал. И у нас есть локатор в телефоне, она открыла его на айфоне, это приложение. Посмотрела, посмотрела, что я нахожусь в Calvary City, в Prometic Center. Говорит, я поняла, что ты на экзамене. И я чувствовала до шестой, вообще ее не подвело, я не понимаю, как такое могло произойти. И моя бабушка сказала то же самое. Я вчера разговаривала с бабушкой, говорю, бабушка, я вышла с экзамена, все хорошо, не переживай. Она говорит, я вот чувствовала, что ты вчера пошла на экзамен, а то у меня были какие-то непонятные переживания. Говорит, вот что-то мне не по себе было, вот я сижу, но вот что-то вот не то, как будто. И говорит, я знала, что у тебя сегодня экзамен. Поэтому я не знаю, как это объяснить, это какие-то высшие силы. Но вот у моих близких были предчувствия, которые их не подвели. Вот так. Не знаю, меня сейчас, наверное, выненавидят все люди, которые до этого сдавали степ, которым было сложно сидеть на экзамене, которые ненавидели эти 8 часов. Но всем новичкам, все, кто только начинает готовиться к степу, хочу сказать, что, пожалуйста, не бойтесь этого, потому что это вполне возможно. Это не такое страшное событие в вашей жизни, которого нужно бояться. Наоборот, настроите себя так, чтобы вы получили максимальное удовольствие от этого дня, потому что это первый экзамен, первый степ, вы совсем новичок, проходите это впервые. Я провожу параллель с тем, что когда ты поступаешь в медицинский университет на свой первый курс, ты будто бы вливаешься в новую жизнь, все такое новое, там кафедра анатомии, препараты, лекции, преподаватели, все совершенно отличается от школы. И вот здесь примерно то же самое. То есть такого формата экзамена у нас никогда в жизни не было. Ни ГОС, ни аккредитации, ни там та же анатомия в моем университете, гистология. Такого никогда не было, чтобы ты 8 часов сидел и сдавал экзамен. Ну, это просто нонсенс. И это проверяет, естественно, твою страстную устойчивость, насколько ты способен просидеть, думать, мыслить, и не просто сидеть, а еще находиться в изоляции от общества. Конечно, это, наверное, сложно, но если сосредоточиться на своей цели, если вспомнить, почему ты начинал, зачем ты вообще вступил на этот путь, почему ты сейчас сидишь на экзамене и его пишешь. Когда ты думаешь о точке Б, к которой ты стремишься дойти, как будто бы становится легче проходить этот путь. И я считаю, что нужно всегда получать максимальное удовольствие от того, что ты делаешь. и даже в день экзамена, когда ты 8 часов сидишь и пишешь тесты. В сумме вышло 280 задач, это 7 блоков по 40 вопросов, и на каждый блок выделялось по часу. Поэтому, не знаю, я в шоке, что я просидела столько, была уверена, что мне будет тяжко, мучительно, что захочется все бросить уже выйти с экзамена, но, слава богу, такого не было. И я очень благодарна своему организму, что он выдержал это испытание и теперь осталось дождаться результатов. Хотя, к моменту, когда выйдет это видео, я уже буду знать свои результаты. Ребята, надеюсь, там пас. Скажите мне, там пас или нет? Конечно, очень волнительно ждать, потому что, опять же, вот я говорю, это стрессоустойчивость, это не просто пойти сдать экзамен, да, по сути, компьютерный тест, почему бы сразу не сказать результаты, но нет, нужно вогнать врачей в стресс, чтобы они немножко помучились, попереживали, подождали свои результаты. Но ничего, я улетаю в Москву, надеюсь, я вообще не буду об этом думать. Меня ждут мои близкие, родные, мои подруги, поэтому будет время отвлечься от всего происходящего и дождаться результатов, открыть этот имейл и посмотреть, что же там. поэтому я вам желаю удачи, новые видео будут выходить относительно экзамена, переходите в мой телеграм-канал, там я с вами буду советоваться, какие видео лучше выпустить первыми, что вам намного интереснее, на какие вопросы хотите, чтобы я ответила, поэтому до новых встреч, увидимся, пока-пока. последнее, что я забыла сказать, я сегодня проснулась сама в 7 утра без будильника и почувствовала абсолютно настоящее счастье, потому что сегодня первое утро за последние 1 год и 9 месяцев, когда я проснулась и не учусь. Представляете? Я делала анки на протяжении последних 8 месяцев. Я училась каждый день с понедельника по субботу с одним выходным на неделю в воскресенье и сегодня был день, когда я проснулась и у меня не было никаких мыслей об учебе. Я написала своей подружке Элли, которая тоже недавно сдавала со мной экзамен. Я говорю, Эн, ты представляешь, больше не нужно готовиться к степ 1. Это было прекрасно, что я желаю каждому степ-текеру, кто готовится к степ-1, испытать его. Делайте то, что делайте, потому что вот эти эмоции переживания, чувства, которые я сейчас испытываю, весь этот путь, который вы проходите, это действительно того стоит. Пока-пока.